Всем привет! С вами Серёга Хароль. Давно не виделись. Наверное, вы заметили, что у меня выходят абсолютно разные рублики. Там музыка, там клип, там фильм, там блог. Вот такая творческая студия у меня. И сегодня, в такой нелёгкий час и в кошмарное время, я решил немного разбавить контент позитивом. И хочу вам рассказать весьма позитивную историю про мой отдых в Египте, который был примерно 5 лет назад. Примерно в такое же время я полетел. Хотел отдохнуть там, где тепло. И я где-то в феврале месяце полетел в Египет. Ну, думал, что там будет жарко. Всё-таки Африка, а оказалось, что там было 20 градусов тепла. Но всё равно я плавал, нырял, там было круто, короче. И тогда я работал продавцом в магазине, и зарплата была вообще мизерная. Я насобирал, по-моему, 4 тысячи гривен на 4 дня отдыха в Египте по горячей путёвке. И хочу рассказать вам про то, как я уже там побыл 2 дня. И вот у меня настал день, когда на следующий день мне нужно было ехать на экскурсию. Я должен был ехать на дайвинг, а на следующий день у меня должна была быть экскурсия в Люксор. Люксор это там, где долина царей, всякие гробницы. В общем, для чего вообще я и полетел в Египет, потому что хотел вот эти все гробницы посмотреть. Ну, в Каир мне сказали, что не успею, потому что там очень долго ехать, а у меня заканчивалось время моей путёвки. И, в общем, я там познакомился с двумя подругами, а вот мы там отдыхали, короче, вечером. Потом они сказали, пойдём спать. И я такой думаю, пойду-ка я тоже спать, потому что мне завтра на экскурсию. Но пропущу-ка я один коктейльчик. И пошёл я на бар. В общем, там, говорю, дайте мне там спиртного, там, сок с водкой, короче. И ко мне подходит англичанин и начинает мне на английском что-то втирать. А я тогда ещё там слабенько знал английский. Ну, как и сейчас. Вот. И я бармену говорю, что он говорит. А он говорил, что он фанат футбола, фанат клуба Манчестер Сити. А я вообще не шарю в этом футболе такой. Я говорю, аж думаю про себя. Что за Манчестер Сити? Я знаю Манчестер Юнайтед команду. Говорю, это Манчестер Юнайтед? Он такой, шо? Фу, Манчестер Сити. Я такой, ну ладно, круто. А я вообще не фанат футбола. Я такой, он спрашивает, за какую команду ты болеешь? И я такой говорю, ну я за Шахтёр. Он такой, о, Шахтар Донецк. Я такой, да. Думаю, откуда ты знаешь эту команду вообще? Ты с Англии. Он такой, круто. Говорит, пойдём к нам за столик. Короче. Я такой, ну я подумаю. Ну и я, короче, стоял за этой барной стойкой. Думаю, да пойду я с англичанами посижу, потрещу чуть-чуть и пойду спать. Было, наверное, часов 10 вечера. Ещё рано. Ну и я, короче, к ним подсел. Он меня познакомил с друзьями своими. Там, короче, сидел. Вот этот чувак, шо, ко мне подошёл, он сам полицейский. И его друг там был такой огромный здоровый чувак. Он был, этот, в прошлом знаменитый рестлер какой-то. Его там звали, то ли, Большой Билл, что-то такое. А, Терри, Биг Терри, Большой Терри, по-моему. Вот. Потом была жена этого Большого Терри. И был там Томас, по-моему, звали чувака. Там дед, наверное, лет 70. И он мне сразу говорит, я гей. Я такой, ну, гей, так и гей, в принципе. А вообще, я хочу ремарку дать. Я, когда первый раз увидел англичан в этом, ну, на вот этом, там, где раздача еды, они, я не думал, что они такие неопрятные. Ну, там много было вот таких англичан. Ну, не говорю за всех, но много таких, которые одеты, как наши вот эти алкаши, знаете, ходят. И там куча детей таких грязных каких-то возле них ходила. Вот эти женщины какие-то такие, лица опухшие. Мужики с опухшими лицами такие, как бомжи какие-то там, орут что-то, короче. Я б никогда не подумал, что это англичане. Вот. Ну, вернемся к этому столу. Ну, такой, я гей, там, короче. Ну, и мы что-то там с ними накатываем, накатываем, разговорились. Я там пару рюмок накатил, и уже английский вспомнил, там, прям, супер. И что-то мы там пьем, пьем, пьем. Этот, а, Джако его звали. И вот этот, что полицейский, что ко мне подошел, Джако его звали. Он куда-то рыгать пошел, короче. Потом этот Терри тоже со своей женой как-то спетляли. Даже, ну, не пока ничего не сказали, свалили. И я смотрю, я с этим геем вдвоем остался за столом. И я такой, типа, говорю, а, where, Джако? А он такой, пойдем. Я такой, куда? Он такой, пойдем, пойдем. Ну, и, короче, идет, он пошел, я за ним, короче, мы идем. Заходим уже в гостиницу, короче, идем, идем, идем. Я такой, ты меня к Джако ведешь? Он такой, да, да, да. Короче, открывает он номер, входит, запускает меня, типа, открывает этот, растеляет постель и такой, ложись. А я стою бухущий в хлам вообще. Я стою такой на эту кровать, на дверь, на кровать, на дверь. И такой ровно вот так молча вот так пошел в дверь, короче. И вышел нафиг оттуда и пошел, как робот. Короче, дохожу я уже до номера и спать лег. И тут через минут 10, наверное, мне звонит телефон из ресепшена. Говорят, вставайте, вам в люксор ехать. А я такой, в смысле в люксор? Мне в люксор на следующий день. Сегодня у меня экскурсия на дайвингах. Они такие, ну вот, приехали в люксор забирать. Я спускаюсь туда, в ресепшен такой, типа, приехал чувак. А я бухой. Я говорю, какой люксор? Что вы напутали? Вы поставили мне что, две экскурсии в один день? Они такие, мы не знаем ничего, сегодня люксор. Я такой, давайте звоните гиду. Короче, звоню я этому гиду. Гид такой, да, сегодня люксор. Я говорю, как? Ты что, мне в один день поставил две экскурсии? Как я успею? Вот четыре утра, то есть я должен в люксор попасть и на дайвинг в восемь утра. Я не успею вообще там ехать фиг знает сколько. Он говорит, ну, едь в люксор. Я говорю, а как? Мы договаривались, что завтра в люксор. А сегодня, блядь, сегодня на дайвинг. Короче, я наорал на этого гида, наорал на ресепшене, наорал на чувака тот, что приехал. Он, короче, сел в машину и уехал. И я, короче, возвращаюсь в номер, пытаюсь открыть дверь, а там дверь закрыта. Я вот этот ключ, короче, ну, карточку вот эту в номере закрыл. И я вместо того, чтобы вернуться на этот ресепшен, короче, спускаюсь вниз, ну, на улицу. И там, получается, как я на втором этаже жил, но там второй этаж, короче, он, ну, до него можно допрыгнуть. Вот. А первый этаж на уровне земли находится. И я, короче, с первого этажа взял такое кресло, короче, встал на него, запрыгнул на балкон, залез, короче. И вот так по балконам начал передвигаться к своему номеру. И открываю, короче, эту дверь в номер, захожу, думаю, ложиться спать. И смотрю, там кто-то лежит, спит. Я такой, блядь, я не в свой номер зашел. Короче, вылажу оттуда, лезу дальше, захожу. И это уже мой номер. И я, короче, лег спать, а мне ж в 8 утра надо на дайвинг было ехать. И я, короче, просыпаюсь, и уже 12 дня я тупо проспал и дайвинг, и этот Люксор, короче, я не поехал. И я иду на ресепшн, думаю, там гид, наверное, будет, сейчас я с ним побазарю. А я был же до этого пьяный, а уже протрезвел, уже не такой герой, как по буху был. И я прихожу, такой скромненький, здравствуйте, увидел этого гида. И этот гид говорит, вот это ты вчера устроил, тут наорал на нас всех. Я говорю, так вы напутали, вы мне поставили 2 экскурсии в один день. Он говорит, ну, надо было ехать в Люксор. Я говорю, так, блин, а тогда бы я на дайвинг не попал. Он такой, а на дайвинг что-то не поехал. Я говорю, ну, я проспал. Он такой, а кто тебе виноват? Я говорю, ну, возвращайте мне деньги тогда за эти, за экскурсии. Он говорит, нет, ничего, я тебе не верну, ты все проебал, короче. Я говорю, в смысле? Я говорю, это по вашей вине вы поставили в один день экскурсии. Он такой, говорит, ничего не могу сделать. Я говорю, ну, я тогда буду звонить в агентство и буду жаловаться на вас. Он говорит, звоните, вы в другой стране находитесь, вы вообще, короче, ну, ничего тут не добьетесь. Я говорю, почему я не добьюсь? Ну, вы ж виноваты. Они говорят, нет. Я говорю, а если бы мне стало бы плохо, говорю, если бы мне стало бы плохо, я бы не смог подойти к телефону. Ну, я уже такую хрень начал придумать. Я говорю, если бы мне стало плохо, я бы не смог там выйти, позвонить, не смог бы выйти на экскурсию. Тогда бы вы мне вернули деньги? И он такой, ну, тогда бы вернул. И я говорю, ну, мне было плохо, и я не смог подойти к телефону. И он такой смотрит, смотрит на меня и такой, так, так вот, значит, вы. Ну, ладно, Сергей, хорошо, хорошо, хорошо. И я такой думаю, что, неужели вот это, блин, детская отмазка, что я на ходу только что придумал, прокатит. И он такой, значит, я сейчас подумаю, что мы можем сделать. И он такой говорит, есть другой дайвинг. Говорит, есть другой дайвинг. Короче, ну, я должен был ехать на дайвинг, там, где, короче, такой, типа, пиратский корабль с парусами, там, и там с него нырять. А это был дайвинг, ну, просто на яхте. Я думаю, ну, и шо, ну, пофиг мне на тот корабль. Короче, говорит, поставлю тебе вот этот дайвинг. Ну, а люксор, блин, извиняй, люксор был только сегодня, короче. А за люксор я тебе деньги отдам, тогда 50 долларов. Ну, я такой думаю, ну, ну, окей. Ну, и, короче, он вернул мне 50 долларов, и я поехал на этот дайвинг, там, понырял, там, на барракут всяких посмотрел, было круто. Ну, вот такая история, короче. Немного такая туповатая, непредсказуемая. В общем, никогда не приезжайте на курорты, чтобы побухать. Приезжайте туда намеренно, чтобы отдохнуть. Отдохнуть, побухать вы-то можете и дома, а там, съездить на люксор, на дайвинг, это же не каждый день вы можете. Так что, вот мораль басни такова, что не бухал бы, не проебал бы люксор. Спасибо всем за внимание, кто смотрел, кто подписан на меня, ставьте лайки, колокольчики жмите, там, подписывайтесь на меня, скидывайте друзьям. Впереди будет еще много видосов, у меня есть много тем, и еще будет песня, скоро выйдет. Я думаю, в конце февраля я опубликую песню. Все, до новых встреч, ребята, занимайтесь спортом, не бухайте и чпокайте телочек. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok